всем привет продолжаем знакомиться с интересными людьми узнавать что-то новое хамама фатен звезда египетского кинематографа 20 века которую смело можно назвать номер один из киноактрис египта о чем свидетельствует список мастеров египетского кино где имя занимает 16 позицию до нее 15 имен все мужчины во время празднования столетия египетской кинематографии 1996 году фатен а маму назвали самой выдающейся из актрис национальное кино а 18 из ее фильмов вошли в число лучших 150 из сделанных к тому времени неудивительно что в 2000 году ассоциации кинокритиков египта назвали актрису звездой век родилась она с бедной мусульманской семье фото 7-летний фатен была отправлена родителями популярный египетский еженедельник не сова где на нее обратил внимание кинорежиссер махамед карим искавший маленькую девочку на роль фильме счастливый день 1938 год 13 лет фатен поступила в школу театральное искусство в каире из того же времени много снимается тело и по несколько киноролей в год до революции 1952 года в египте три четверти кинопродукции составляли музыкальной комедии остальные фильмы детективы мелодрама а также с обязательными песнями и танцем живота после июльской революции 1910 годы египетской кинематографии появилась целая плеяда новых режиссеров этот период принято называть золотым веком египетского кино фатен хамама удачно писалась в обновленный кинематограф сыграв вот таких мэтров режиссуры как халах абусей в кассам хит этих лет показано на каннском кинофестивале твой день деспот у юсефа шахина которая актриса снимается его дебютного фильмы сына мина а затем наиболее значительной работе небо ад советском прокате это борьба в долине этот фильм получил международное признание он был показан в рамках каннского кинопросмотра советском кинопрокате в разные годы демонстрировались фильмы с участием фатен хамамы это борьба в долине открытая дверь требую решения встречи со счастьем фильмы которые возвышаются над средним уровнем египетской кинематографии фатен хамама покидала египет в период 1966-1971 годов из-за политического давления на нее года она жила в то в ливане то в лондоне президент египта гамаль абдель нассор попросил некоторых известных людей страны и критиков писателю чтобы они обратились к актрисе пытались убедить ее вернуться на родину так как по его словам фатен хамама это национальное сокровище ее возвращение в египет в 1971 году вдохнула жизнь египетское кино 80 90-х годах актриса снималась мало последующим вообще ушла из кинематографа на заслуженный отдых изредка появляясь на телеэкране и различных сериалов каире открыт кинотеатр названы ее честь фатен хамама 1047 году ушла замуж за режиссера эзель дина зульфикара от которого родила дочь надию зульфикар 1554 году пара оформила развод так как фатен хамама познакомилась на съемках фильма небо ада с молодым актером амаром шари которого влюбилась шариф принял ислам женился на ней после ее развода зульфикара пара снимается во многих фильмах 50-х годов их романтические отношения отчетливо видны на киноэкране в этом союзе родился сын тарик шариф однако из-за постоянных съемок амара шариф в голливуде и европе 70-е годы и брак даст трещь и в 1774 они оформляют развод фатен хамама позже вышла замуж за доктора бахамеда абдель вахаба египетского врача и жила в каире имеет множество призов и наград умерла в возрасте 83 года 17 января 2015 но так вкратце немножко о биографии звезды египетского кинематографа двадцатого века фатен хамама пока пока до свидания